друзья всем привет а в сегодняшнем видео как вы уже поняли те кто постоянно смотрит наш канал мы будем пересаживать орхидею а интересно это видео будет тем что во что мы будем пересаживать эту орхидею но если с грунтом все понятно это друзья органический субстрат то с горшками у нас в предыдущем в одном из предыдущих видео когда мы вместе с вами вот эту вот красотку корешки ей потрошили сейчас я вам поближе и покажу потрошили и я к вам обратился друзья с вопросом какие бы вы свои бы предпочтения отдали к вариантам посадки этой этой орхидеи в те или иные горшки и у нас было три варианта первый вариант это был классический вот такой вот двойной горшок производителя сантин серии арты горшочек второй вариант вот такая вот стеклянная ваза которую я купил недавно несколько штук вас а ваша не и у нас уже есть посадки в эту вазу такая своеобразная закрытая система и третий вариант самый простой бюджетный доступны это а вот такой вот классический стандартный горшочек в которых и продаются собственно говоря орхидеечки и вот такое вот кашпо специально для орхидеи в которой очень хорошо заходит вот этот вот стандартный горшочек и в общем то никаких проблем по уходу за орхидеи не представляет и друзья спасибо всем кто откликнулся и проголосовал в комментариях и под тем видео несколько дней назад которое вышло мы вместе с вами где потрошили корешочки до этой орхидеи и в группе я оставлял еще пост вопрос а друзья во что будем сажать какие орхидеи и сотни человек отозвались и написали друзья я тщательно пересчитал все голоса и было бы конечно несправедливо посадить орхидею эту в то что мне хочется и ну как бы без учета вашего мнения потому что зачем бы тогда мы устраивали это голосование меньше всего конечно в предпочтениях набрало наши с вами друзья стеклянная ваза все-таки много еще архаманов любители боятся сажать в стекло но это конечно же с какой-то точки зрения при имении маленьких детей в доме и четвероногих друзей а в отличие от такого как у меня митя спокойного до у многих они такие знаете ну не буйные но а подвижные в отличие от моего мити который абсолютно не то что равнодушен к орхидеям он просто с ними дружит он дружит он обожает орхидеи он их не трогает ну за все время там одну парочку раз по прищепил прищепил цветоносы и один разок укусил листик все это максимум что за два с половиной года он сделал с орхидеями ни одного горшка не перевернут поэтому конечно же для активных животных стекло она крайне нежелательно на втором месте по выбору зрители нашего канала и участники нашей группы в архамане кстати еще кто не зашел в группу архамане друзья где участники группы обмениваются опытом ухода за орхидеями наши орхофеи администратор этой группы отвечают на вопросы новичкам по уходу за архидеями в том числе плюс еще люди делятся делятся своими я не знаю своими красотками фотографии хвостушки по хвостушке друзья но это а здорово когда можно а в группе разместить свой альбом и разместить все свои фотографии на диву окружающим и вот друзья а я оставлю ссылочку на нашу группу заходите подписывайтесь там уже почти 20 тысяч участников со всего мира со всего мира да а на втором месте участники группы проголосовали конечно же вот за эту систему бюджетную а такую но наверное но не везде кашпо продаются я бы сказал полудоступную вот такие горшочки можно достать везде а вот кашпо не везде достанешь и на первом месте друзья у нас предпочтение как уже поняли отошли вы сами можете кстати пройти пересчитать голоса ничто нигде не добавлялось не удавлять не убавлялась в теории все на практике все комментарии все отзывы все на месте можете пройти посчитать все по-честному первое место у нас а ну как бы я не знаю заслуженно наверное все таки заслуженно пал выбор вот на сантином двойной горшок арте а из-за его практичности еще года два наверно назад три в семнадцатом и в восемнадцатом году мы сажая одними из первых на канале наши архиве вот такие вот горшочки вызывали даже не интерес а некоторый такой негатив у некоторых архаманов не то что там любители а профессионалов которые говорили хочу за горшки зачем вы не сажаете на сегодняшний день это наверное самый один из самых популярных а горшков для посадки орхидея сейчас не говорю именно об этом именно об этом производители сейчас стороночку раз уж за горшки мы зашли речь я не говорю сейчас за производителя а сантина серии арты вот такие двойные горшки которые есть там и 0 6 литра и 2 1 литр и по моему 23 с половиной даже 5 литровые горшки имеются я сейчас говорю про принцип всех двойных горшков а двойных горшков друзья сейчас производят несколько компаний вот это вот арты а сантина производит есть green line да вот green по моему как она in in green вот да in green вот такие вот двойные горшки у нас тоже орхидеи сидят в таких двойных горшках тоже а московская по моему компания производит на украине друзья на украине те кто смотрит нас друзья в нашей любимой украине производят а вот такие вот друзья горшочки разноцветные фисташковые да смотрите фисташкового цвета розового голубого у нас в ашане продаются но последнее время что-то фисташковых не вижу вижу голубые горшки и вижу розовые горшки фисташковых нету мне бы к интерьеру подошло но в них не видно корней а в них не видно к сожалению цвета корней но для профессионалов любой цвет наверное не имеет значения он и так чует и понимает кстати кто на украине живет можете посмотреть вот здесь вот сайт сайт видите называется называется компания алиана алиана можете в интернете набрать производитель этих горшков и узнать посмотреть где можно такой горшочек купить это я на всякий случай если кто задает вопросы а где купить такие двойные горшки такие двойные горшки друзья сейчас ну наверное десятки сайтов в интернете к на которые можно зайти и посмотреть и выбрать и купить по разным демократическим ценам я у меня когда спрашивают где я покупаю я друзья покупаю определенного размера я покупаю ваш они горшки помельче размером ваш они не продаются я покупаю на сима лэнди а на сима лэнди благо они изменили систему доставки и любезно а когда я пожаловался да они любезно пересмотрели свои условия продажи в наш регион и теперь я смогу спокойно сколько хочу столько заказал и столько они прислали а на сима лэнди есть любые размеры но когда их нету бывает появляются через какое-то время в общем не проблем друзья и поэтому поэтому друзья вот эти горшки наверное не поэтому не по доступности а по своей практичности занимают на сегодня первое место потому что в этих горшках как я уже не раз рассказывал показывал и на примере наших посадок орхидей можно сажать орхидеи применяя разные способы полива и мы прошлый позапрошлый и позапрошлый года экспериментировали даже вот такие поливы когда я оставлял свои орхидеи на не один месяц орхидеи да когда у нас снизу вот здесь вот есть вот это пространство которое мы сможем заполнить водой и это вода наличие воды внизу этого горшка нам даст возможность оставить орхидеи без присмотра на не одну неделю на 2 на 3 на месяц спокойно а если еще внутреннее вот это вот кашпо внутреннее кашпо поместить какую-то такую вот не кашпо горшок внутренний горшок поместить вот в такое вот более скажем объемное кашпо чтобы снизу было больше пространство вообще орхидеи можно на два-три ну на три не знаю я не пробовал но на два месяца точно можно ее полтора два месяца оставить без присмотра налив отсюда а воды и орхидея фаленопсис по крайней мере сейчас я говорю про фаленопсис и а пережить переживет отсутствие вашего внимания с поливом друзья сам на собственном опыте уже в нашем сухом засушливом климате я живу волгограде для тех кто иногда задают мне вопросы было бы хорошо если бы вы видео оговорили где вы живете ну тот кто постоянно смотрит наш канал те знают а те кто только заскочили и вот съязвили укусили меня сделали замечание да я не могу говорить в каждом видео тогда видео будут часовые чтобы обо всем все усмотреть и рассказать ну в общем сразу говорю волгограде для тех кто впервые смотрят вот такая вот система она долго играющая насчет полива поэтому конечно же горшки вот эти вот с разным способом полива от мокрых пяточек до просто замачивания да когда мы налили две трети горшка воды а потом просто друзья эту емкость раз слили все обратно поставили не надо целиком этот горшок переворачивать плюс еще можно проливом да когда мы достали и просто проливаем отсюда все стекается и мы промываем грунт как бы давая возможность вымыть из кусочков органических или неорганических компонентов и в которой посажен орхидея соли которые могут откладываться от наших удобрений когда мы удобряем чтобы с такой противо засоление промывать горшок то есть вот он такой вот удобный друзья поэтому я конечно же и не удивлен что большинство зрителей нашего канала и большинство участников группы архомания выбрали именно этот горшок и комментарии ваши тому подтверждение где вы пишите что это самый практичный горшок поэтому сегодня мы посадим в самый практичный горшок самую практичную емкость а вот кору друзья ну скоро я уже рассказывал что кору будем применять обалденную просто обалденную вот такой вот средней фракции средний горшок конечно же средней фракции кора но с учетом того что у нас орхидеечка мы помните и распотрошили она у нас была в очень таком очень прям очень влагоемком грунте было поэтому мы немножечко сделаем более влагоемкий грунт за счет умельчения фракции ну еще раз это друзья физика до чем мельче компоненты из чего состоит грунта тем больше там задерживается воды между маленькими этими частичками чем крупнее куски тем быстрее испаряется вода все просто на самом деле поэтому конечно же размер фракции мы подбираем исходя из того в какой среде у нас росла перед этим орхидея к какому какому грунту влагоемкому привыкшие корни этой орхидеи второй размер горшка естественно чем больше горшок тем крупнее нужно фракцию чем меньше горшок тем естественно меньше фракцию поэтому я возьму умею увеличу влагоемкость не за счет каких-то там дополнительных компонентов наши вот это вот коры сейчас я уберу я точно разобью на верно этот стеклянный горшок стеклянную вазу поэтому я ее сразу вот сюда лучше в стекло этот в обычный поставлю в кашпо на всякий случай от греха подальше друзья да а то я кручу верчу и чувствую что сейчас бахну и и зацеплю а ваза стоит 200 рублей у нас этого за стоит вашами а смотрите значит вот это средней фракции кора от одного сантиметра до трех до трех посмотрите какая прелесть ой да чё и так все видно да смотрите она просто обалденно просто прелесть вот ее сейчас я разбавлю наверное один к одному ну может быть нет ни один к одному может быть одна часть одна часть мелкой фракции кора и две части вот такой вот средней фракции а полив мы выберем определенный я сейчас скажу как мы посадим эту орхидой вот кстати к вопросу про про грунт смотрите вот здесь у меня мелкой фракции кора находится и вот к вопросу о конденсате помните я в одном из видео рассказывал если ссылочку найду на видео я вставлю верхнем правом углу в котором я рассказывал что конденсат в горшке орхидеи не всегда говорит о том что орхидеи не хочет пить и в горшке сухо вот посмотрите вот на эту емкость друзья а вот сейчас хороший пример я вам покажу эта емкость стояла вот этой стороной к холодной стене и а здесь температура понизилась в горшке температура точнее в емкости более высокой и естественно вот здесь происходит ну это физика друзья до точка росы когда вся влажность начинает осаждаться вот на этой границе холодного и горячего воздуха я сейчас просто говорю для понимания а то сейчас спецы найдутся которые начнут мне замечания у коры делать давайте без этого я для обычных людей обычным простым языком пытаюсь объяснить и вот теперь давайте посмотрим внутри в этом горшке в этом горшке в этой емкости вот на стенках есть вода на стенках есть вода а внутри друзья кора она сухая она сухая посмотрите сейчас я уберу другой рукой смотрите она сухая прям сухая и помните я в том видео приводил пример как я обратил внимание хороший такой момент что у меня пакеты пакеты с этой корой когда я ее купил она была такая полу 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 влажная и я положил тоже на полки полки которые находятся на стене это внешняя стена моего дома и на улице мороз стена прохладная и потом когда я залез в эти пакеты не пойму кто намочил водой эти пакеты и вот друзья посмотрите пакет вот он мокрый прям кора мокрая прям вода но это на сейчас до съемок лежала у меня здесь видите а вот здесь вот сухие участки а вот здесь как будто бы пропитана водой но это друзья кора мокрая как раз она лежалась к стене к стене и весь конденсат осел вот на эту кору и вот если допустим представить что это горшок мы будем смотреть на горшок и думать что о тут влажная кора а значит корням орхидеи там хорошо но на самом деле если мы сейчас откроем горшок внутри там будет сухо там будет сухо друзья это от разницы температур поэтому обращайте на это внимание если у вас орхидея стоит на полке где окружающая температура везде одинаковая да то есть нету разницы температур и выпадение выпад точнее образование конденсата из-за разницы температур невозможно то вполне возможно да а в горшке еще влажно проверить это можно обычный вот такой вот вот такой вот друзья палочкой шпажкой проверить можно если вы сомневаетесь совсем да а если у вас разницы температур нету можно засунуть между корней вдоль основания орхидеи между корней подержать несколько часов эту палочку потом достать и если она будет сухая значит у вас есть разница температур и вы просто но не можете определить а если она будет влажной значит у вас все хорошо поэтому еще раз хочу сказать что наличие конденсата на стенках горшка еще не говорит о том что внутри у орхидеи влажно корня может оказаться так что вода на стенке горшка есть а внутри уже вовсю пересыхают корни и когда мы с вами их польем а веламен уже мертвый высох он напитывается водой естественно корни не работают начинают гнить а мы потом сидим и думаем вот мы вроде бы все поливали хорошо а почему-то корни у меня сгнили поэтому друзья это важный момент и так в кору мы будем сажать как я уже сказал ту которую недавно купил естественно надо но как всегда мы с вами мы с вами бросим бросим что бросим где у нас не вижу не вижу не вижу друзья керамзит керамзита не вижу сейчас я принесу керамзит вот он друзья керамзит я уже рассказывал обычный керамзит строительный покрошенный до нужного размера вот такой вот в обычном строительном магазине купили этот керамзит и на дно в качестве дренажного слоя я насыплю ну вот в палец в палец в палец слой керамзита почему именно в палец вопрос друзья потому что я вполне возможно да даже невозможно а буду летом когда наступит у нас сухая жаркая погода буду содержать эту орхидею на мокрых пяточках и соответственно наливать воду не только вот в этот объем нижний пустой но и вода будет подыматься на керамзит друзья и очень важно чтобы в воде было не кора которая в соприкосновении в мокроте а начнет разлагаться быстрее чем керамзит а вот именно не разлагаемый неорганический грунт керамзит то таким образом я буду немножко во первых объем воды увеличивать до чтобы растягивать время между подливами воды и второй момент то что мокрый керамзит лучше передает влагу то есть по поверхности керамзита в кору лучше передается влагу нежели если бы здесь лежала на просто кора и соприкасалась бы с водой она бы была бы мокрая быстрее бы начала разлагаться гнить поэтому все равно на дно кладу слой слой керамзита вот так вот беру щепоть борсть вот так вот раз все вот он слой прям как раз видно надеюсь вам да ну еще там может быть пару крупненьких таких вот подброшу сюда вот так вот все этого достаточно все теперь я беру что керамзит убираю беру пустую емкость вот такую вот можно любой горшочек любую любую какую-то емкость и беру вот так вот от души горсть средней фракции коры одну гость и беру одну гость мелкой фракции коры вот так вот вот она смотрите запах у него такой вот так вот одну гость раз перемешиваю смотрю что получилось думаю что еще одной горсть надо папа вот так вот давайте посмотрим что у нас там вот такая знаете средняя мелкая фракция получилось я думаю что самое то и больше никаких компонентов друзья больше ничего я не буду добавлять конечно хочется добавить туда древесного угля или еще чего-то но вот ради нашего с вами эксперимента я хочу посадить просто в эту кору друзья просто в эту кору без всяких каких-либо добавлений чтобы знаете показать что орхидеи прекрасно растут в обычной простой коре это вот кстати сегодняшнее видео друзья посадка орхидеи для тех кто не нашел а общего языка с неорганическими грунтами с керамзитом там я не знаю с пеностеклом еще с какими-то компонентами даже пеноплексом до пластиками из лотков пищевых общем не нашел общего языка а остается приверженным и испытывают тягу вот к органике да вот коре вот сегодня мы сажаем в кору и причем в чистую кору единственный момент что в качестве дренажа я оставляю керамзит так но прежде чем нам поместить орхидею вот так вот она как раз по высоте у нас тут все проходит хорошо я хочу показать вам корневую систему это орхидеи которая находилась в темноте в темном горшке и вот у нее здесь есть уже такие знаете она у нас пару дней пару дней она у нас сохла с открытыми корнями сидела но вчера я обрызгивал корешочки водой для того чтобы они не потеряли эластичности для того чтобы сегодня спокойненько пересадить ее и корни не ломались все вот я единственный сейчас сухие вот здесь вот вижу корешки вот кончик сухой видите а его я обрежу нам не нужен потому что он будет в коре у нас подгнивать зачем нам это надо вот это мы все об обрезаем то что будет внутри в коре друзья сухое лучше обрезать потому что будет влага вот это все начнет органика разлагаться омертвевшие одно дело кора в которой которая плохо разлагается да и другое дело свежие корни которые еще вчера были свежими корнями а сегодня они начинают во влажной среде умирать и разлагаться вот это все мы я не знаю видно не видно сухое сухое я удаляю сухое сухое и режу друзья по сухому по сухому ну все наверное да вот еще вот здесь вот но это мы наверху наверно оставим все вот два еще вот этих вот листочка два листочка хочу удалить почему потому что я хочу посадить чтобы вот основание орхидеи где-то было вот так вот а в грунте естественно эти два основания а двух листочков она будет находиться в грунте в неорганическом грунте в органическом грунте в коре да и подвергаться влажности и высока вероятность что вот здесь вот будет скапливаться какая-то за счет конденсата влага и вполне возможно может пойти развитие какого-то грибка каких-то болячек поэтому мне не надо это я естественно этот листочек а удалю удалять я буду как всегда показываю можно надрезать а можно просто вот так вот попал вот так разорвать его хоп и в стороны его растащить хоп в одну сторону и в другую сторону все он снимается видите видите вот так вот не оставляя никаких никаких следов и второй такой же маленький вот здесь вот вот он тоже я его а так таким же макаром я его снимаю но он маленький прям совсем такой хлипкий оказался что порвался поэтому пинцетом удаляем оставшиеся чешуйки на основании орхидеи аккуратно не повреждая те места где корни крепятся их выходит из основания орхидеи вот из этой шейки как ее называют некоторые корневая шейка все друзья все вот такая вот у нас получилось вот такая получилась у нас зачистка корней еще конечно не мешало бы друзья еще не мешало бы нам с вами вот эти кончики цветоноса точнее цветоноса а палочки которые держат цветоноса немножечко обработать перекисью водорода на предмет того чтобы никакая никакая патогенная среда которая любит поселяться на кончиках на кончиках вот этих вот палочек обычных деревянных палочек можно друзья даже обычной тряпочкой протереть и все все вот так вот либо ватным диск диском ватным все вот такая вот у нас получилась зачистка корней можно сажать можно сажать друзья сажать будем как я уже сказал в двойной горшок арте и вот эти две палочки я сейчас постараюсь воткнуть так чтобы они прошли через дно это для того чтобы ну так знаете орхидея более уверенно стояла в этом горшке все попал в ножку вот у нас одна палочка в ножку вот в эту вторая палочка просто в дырку дна вот она вот так у нас это получилось основание орхидеи находится у нас в середине по центру горшка единственный момент что она слишком у нас глубоко зале залезла да поэтому я сейчас его от цвета от палочек отсоединю и немножко подниму вот так вот а для этого палочки очень удобно оставлять при пересадке все все вот так вот видите то есть получается основание орхидеи где-то наверно низ прям самый низ орхидеи где-то наверно на сантиметр на сантиметр ниже края горшка все засыпаю той смесью которую мы с вами приготовили вот так вот так одну палочку мы сейчас уберем все вот такими движениями все это дело уплотняем вообще все просто друзья самое главное не то что даже просто а приятно очень приятно работать и с этим горшком и с этой корой друзья мы ее слегка уплотняем друзья вот так вот сюда еще под листики закину ложка нам не понадобилась все и так хорошо заходит все посадка у нас получилось но если смотреть со стороны сбоку то кажется что посадка как-то получилось углубленные но друзья мы оставляем в таким макаром и посадили потому что ну я рассчитываю как бы что орхидея в этом горшке у нас просидит года два как минимум да а с за два года друзья у нее начнут от 1 отрастать вот здесь вот корни вот здесь корни и вот на в одном из ближайших видео я вам друзья покажу те орхидеи где мы сажали в ровень они очень сильно разрослись и поднялись над горшком то есть вот прям корни выпирают а те орхидеи которые мы сажали вот именно смотрите основание орхидеи где-то на сантиметр полтора ниже ниже уровня ну края горшка да и соответственно у нас уровень грунта тоже мы вровень посадили орхидеи вровень с грунтом и вот когда мы так сажали то через два года орхидея прекрасно выглядит то есть все на уровне никакие корни не прут нигде вот так вот как лианы то есть все здорово и хорошо но это в одном из следующих видео поэтому в одном из предыдущих пересадок я сажал орхидею закрытую систему и мне задали вопрос что-то ты по моему заглублено сделал посадил нет друзья там не заглублено а там вот так вот вровень в грунт но грунт ниже уровня края горшка на полтора где-то сантиметра точно вот видите поэтому кажется что заглублено нет на самом деле не заглублено вот такая вот у нас друзья получилась посадочка орхидеи все а вот какой метод полива у нас будет ну сейчас пока у нас еще не наступила весна пока у нас температуры вот так вот подымаются опускаются от плюс 10 15 буквально который там несколько дней назад было до минус 20 17 ночью температуры то есть перепады слишком большие в помещении где стоят орхидеи тоже папа температура может туда-сюда гулять за счет чего и некоторые капризные орхидеи отсушивают бутончики а некоторые могут подстудить корневую поэтому естественно а полив сейчас будет у нас методом замачивания на две трети горшка а когда наступит у нас жаркая погода сухая я возможно с большей вероятностью переведу эту орхидею на мокрые пяточки на нахождение воды внизу горшка ну а пока будем наблюдать за этом за этой акварельным художником этой орхидеи посмотрите какая она роскошная вот какой окрас цветочков посмотрите какая прелесть вообще необычность прям необычность вот такое друзья видео с пересадкой орхидеи всем хорошего настроения всем добра а еще а значит когда будем поливать а поливать мы с вами будем через пару дней думаю что самое то будет может быть даже завтра в общем в одном из ближайших видео мы вместе с вами и польем методом замачивания всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока